Привет, ребятки! В этом видео разберем задачи из физтеха 2019 год за 11 класс, заключительный этап. Дана линейная функция f от x. Известно, что расстояние между точками пересечения графиков, которые нам предоставлены, равно 3 корня из 2. Если же графики немножечко изменить, то расстояние будет корень из 10. Найдите расстояние между точками пересечения графиков. Есть у нас линейная функция, а здесь у нас есть с вами параболы. Одна парабола и вторая парабола. То есть ветви данных парабол направлены вверх, поэтому смело можно нарисовать что-нибудь вот такое вот. И сказать, что где-то там проходит прямая. И вот расстояние между точками их пересечения, то есть вот это вот расстояние, в одном случае равно 3 корня из 2, во втором случае корень из 10 оно равно. И нужно найти расстояние между точками пересечения вот таких вот графиков. Давайте разбираться. Первое, что мы делаем, чтобы найти точки пересечения, просто приравниваем два данных графика. То есть приравниваем график x квадрат плюс 1, который нам здесь предоставлен как парабола. И график прямой, y равняется f от x, мы переведем его через уравнение прямой. Это, конечно же, kx плюс b. Перенесем все через знак равно, будет у нас x в квадрате минус kx минус b и плюс 1 равно 0. И вот здесь мы подключим теорему Виета. Мы скажем, что координаты точки x1 и x2 у нас будут равны следующему величине. А может быть, кстати, наоборот. Здесь x2, здесь x1. Поэтому нам бы вообще хорошо найти модуль разности этих значений. Сможем ли мы это сделать через теорему Виета? Давайте попробуем. Вообще x1 минус x2 это корень из x1 минус x2 в квадрате. Вот эта величина у нас с вами получается. Тогда можно это все дело раскрыть. И у нас получится x1 в квадрате минус 2x1 на x2 и плюс x2 в квадрате. А что мы знаем по теореме Виета? Мы знаем, что произведение наших корней x1 умножить на x2 равно коэффициенту c. В данном случае это 1 минус b. А x1 плюс x2 это коэффициент b с обратным знаком, то есть значение k. Хорошо, сделали это. Теперь посмотрим дальше. У нас есть произведение и есть сумма. А здесь нам нужна сумма каких-то отдельных квадратов, которая нам дана. Попробуем дополнить до того, что нам известно. Нам известна сумма и известно произведение. А здесь у нас сумма квадратов. Тогда скажем, что это выражение можно переписать в следующем виде. Здесь сделать квадрат суммы. Но раз у нас здесь минус 2x1x2, а мы здесь записали плюс, то нужно и вычесть минус 4x1 на x2. Вот такие значения мы здесь должны с вами вычесть. И если мы возьмем это в скобочки и вычтем, то в итоге получится у нас вот что-то такое. Подставим эти значения и посмотрим, что у нас здесь получается. Так, давайте смотреть. Вместо x1 плюс x2, ну давайте здесь пока мы запишем k в квадрате. Вроде пока вылезаем. И здесь минус 4 плюс 4b. Все это дело под корнем. У нас получается вот так у нас получается. Вопросик. Вот это ли расстояние, которое мы сейчас нашли, равно как квадрат минус 4 плюс 4b? Известно, что расстояние между точками пересечения графиков вот у нас равно 3 корни из 2 в первом случае. По сути дела, вот мы нашли. Но на самом деле мы нашли изменение наших координат по оси x. То есть мы нашли лишь сейчас с вами вот эту вот величину. Вот это у нас модуль x1 минус x2. Но и координаты по оси y у нас тоже будут отличаться. Вопрос, почему они будут отличаться и на сколько? Дело в том, что график прямой у нас задается уравнением kx плюс b. Я условно сказал, что kx плюс b, может быть нет. Не знаю. То есть я пока говорю, что вот задается в общем виде kx плюс b. Где как раз таки коэффициент наклона, тангенс угла наклона у нас равен коэффициенту k. То есть тангенс альфа вот этого значения равен k. Тогда что мы скажем? Вот этот вот катет у нас равен k умножить на x1 минус x2. Потому что тангенс это отношение противолежащего катета к прилежащему. Тогда, чтобы выразить противолежащий, нужно это значение умножить на тангенс угла. И вот тогда по теореме Пифагора мы можем с вами кое-что сказать. Давайте это скажем. То есть получается, что k умножить, я записываю сейчас один катет, на k в квадрате минус 4 плюс 4b. Все это дело в квадрате плюс просто разность наших корней по модулю. Это вот это вот значение в квадрате x2 минус 4 плюс 4b. И равно это значение 3 корня из 2 в квадрате. Это гипотенуза, то что нам сказано, расстояние между одной точкой и другой точкой. Когда мы сейчас с вами будем раскрывать корни, мы должны поставить, конечно же, модуль. Но в нашем случае мы понимаем, что расстояние, оно не может быть отрицательным, поэтому смело зачеркивая корень и квадрат, мы записываем лишь наши значения с положительными коэффициентами. Что можно сразу сделать? Можно вынести вот это как общий множитель. Тогда в скобочках у нас останется, ну давайте вынесем, k в квадрате минус 4 плюс 4b. В скобочках тогда от этого слагаемого остается. Не забываем, что k нужно тоже возвести в квадрат. k в квадрате плюс 1 и равно это 18. Так, перед нами получается уравнение с двумя неизвестными. И мы такое пока что решить не можем. Но у нас есть второе условие. Расстояние между точками пересечения, если графики вот такие вот, равно корню из 10. Поэтому давайте сразу же это и реализуем здесь. То есть мы записали уравнение для первого условия с графиками. Теперь разберемся со вторыми. Записываем. Так, x квадрат у нас был дан. А здесь у нас f от x минус 2. То есть я так и запишу kx плюс b, но теперь минус 2. Переношу через знак равно x квадрат минус kx минус b, но плюс 2 равно 0. Сразу же можем записать теорему Виета. Это x1 умножить на x2 равняется 2 минус b. x1 плюс x2 равняется коэффициенту k все так же. Хорошо. И дальше я вот не буду уже делать вот эти вот все преобразования. То есть скажу, что вместо этого всего x1 минус x2 по модулю у нас будет равен вот в этой величине. это x1 плюс x2 в квадрате минус 4x1 на x2. и равно это у нас подставляем наше значение, то есть будет k в квадрате минус, ну, удвоенное, учитверенное произведение минус 8 плюс 4b. Это все еще расстояние по горизонтали. По вертикали расстояние все так же будет отличаться на k, потому что коэффициент у нашей прямой никак не изменился. У нас просто изменился коэффициент b, уменьшился на 2. И отсюда, соответственно, мы будем получать точно таким же образом теорему Пифагора. То есть теперь только k умножить на корень из k в квадрате минус 8 плюс 4b, и все это дело в квадрате. Это у нас вертикальный катет во втором случае. И мы добавляем еще сюда, по теорему Пифагора, горизонтальный катет. Сумма квадратов катетов, как вам известно, равна квадрату гипотенузы. И равно это корень из 10 в квадрате гипотенуза, в квадрате будет равна 10. И вот перед нами теперь получится системка уравнений с двумя неизвестными и два уравнения, две неизвестных, которые мы сможем с вами решить. Единственное, что давайте также возведем в квадрат и вынесем как общий множитель. У нас будет k в квадрате минус 8 плюс 4b. И здесь k в квадрате плюс 1 равно 10. Давайте сейчас второй тоже сразу же запишем, чтобы было симпатичнее на них глядеть. и будем думать, что с ними сделать. Вот так мы возьмем с вами систему. Подумайте, можете решить сами и подальше уже только подставить эти значения для того, чтобы найти итоговый результат для нашего вопроса. Я, скорее всего, буду делить одну систему на другую. Наверное, даже в нижнюю разделю на верхнюю, что получился у нас здесь коэффициент 1.8. А вот эти вот слагаемые у нас просто сократились. То есть будет 1.8. А здесь у нас будет сразу же отношение двух дробей. Это k в квадрате плюс 4b минус 4. А здесь у нас k в квадрате плюс 4b минус 8. Давайте возьмем k в квадрате плюс 4b за новую неизвестную. Тогда у нас будет получаться 1.8 равно t минус 4 на t минус 8. Переносим через знак равно. Это значение не может быть у нас равно нулю. Иначе бесполезно нам тут находить расстояние. 1.8 минус 14.4 равно t минус 4. От 0,8t равно 10,4. 10.4 разделить на 0.8. 104 делить на 8. По-моему, 13. t у нас равно 13. Но t, это у нас что такое? Это у нас k в квадрате плюс 4b и равно это значение 13. Значит, теперь мы можем подставить в любое уравнение. И у нас останется только k в квадрате. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот здесь, надеюсь, там хватит места. Будет 13 минус 8 на k в квадрате плюс 1 и равно это значение 10. 13 минус 8 это 5. То есть k в квадрате будет получаться k в квадрате плюс 1, 5 делим на 10 будет 2. И k в квадрате у нас будет равно k плюс-минус 1. k это плюс-минус 1. Хорошо. Но в любом случае у нас получается здесь коэффициенты и здесь, и здесь они получаются в квадрате. Значит, мы можем найти значение b. Но подставляя плюс-минус 1 в квадрат, у нас получается все так же единичка в квадрате. Поэтому, на самом деле, тут, наверное, даже не будем рассматривать два варианта. В любом случае, при возведении в квадрат тут все будет однотипно. Подставляем значение k равное единице. Будет тогда получаться 1 минус 8 плюс 4b умножить на 2 и равно это все дело 5. Ой, 10 уже. Это я уже сократил. Конечно, тут останется 5. 1 минус 8 это у нас 7. 7 переносим через знак равно будет 12. И b равно у нас 3. То есть b равно 3. k в квадрате равно 1. Нам нужно найти расстояние между точками пересечения графика функции, которая нам тоже с вами предоставлена. Ну, давайте посмотрим теперь на них. То есть у нас был график x квадрат, а здесь было kx плюс b. Произведение x1 умножить на x2 было равно... Так, произведением. Давайте сразу же, наверное, перенесем. Тут у нас тогда будет со знаком минус. Здесь у нас тоже будет со знаком минус равно 0. Произведение будет равно минус коэффициенту b. Сумма x1 плюс x2 просто коэффициент k. Хорошо. Ну и теперь также найдем сначала вот эту вот длину. Модуль изменений по оси x наших корней. Сразу же, скорее всего, подставлю. То есть x1 плюс x2 в квадрате это k в квадрате. И минус 4 умножить на минус b это плюс 4b. Хорошо. Теперь находим катет вертикальный. То же самое, только умножаем его на коэффициент k. И в итоге у нас что получается? В итоге вот, если мы возведем в квадрат, давайте сразу же это сделаем. Будет k в квадрате. Здесь будет k в квадрате плюс 4b. И плюс k в квадрате плюс 4b. Можно это вынести к общему множителю за скобочки. И после подставить наше значение. Можно сразу же подставить наше значение. Но давайте я вынесу. k в квадрате плюс 1. А здесь k в квадрате плюс 4b. Все. Почти победа. Подставляем наше значение. Это будет 2. 1 плюс 1. И умножить на 1 плюс 12. Это 13. 2 умножить на 13 равно 26. Найдите расстояние между точками бересечения графика функции. Мы сейчас нашли что с вами? Мы нашли квадрат нашего расстояния. То есть по теореме Фагора это у нас 1 катет в квадрате плюс 2 катет в квадрате. Было равно гипотенузе в квадрате. Значит наш ответ итоговый будет равен не 26, а корень из 26. Победа!